Гром и молнии над Нижним Новгородом. Такого буйства стихий, как вчера мы еще не видели. Молнии сверкали без остановки. Зрелища, безусловно, красивые. Соцсети полны прекрасными фото и видео. Но для некоторых эта гроза стала трагедией. Молния ударила прямо в дом в садовом товариществе Ракета в Нижегородском районе. Там фантастика. Танк *** горит. Я не знаю, что он горит. Это сервис горит. Прям вот вообще рядом с нами. Капец. Ну а как вот произошло? Молния долбанула и все, и больше нет ничего. Представляете, сколько здесь денег было? Две машины в хлам. Вот одна газелька, вон вторая. Вот третья начала. Мамочки, как страшно. Ужас. Прям рядом совсем. Вот это из окна у меня было. Мы живем вот здесь на второй линии. А это первая линия. Ну у нас тепло было, да. В окне-то было тепло. Там взрывались покрышки и масло. Тоже горело. Пламя было вот до крыши вот до этого. Молния здесь и гром был каждый пять секунд, когда все начиналось. Это молния, то есть в принципе, ну это может быть с каждым. Вот снимай, вот такая вот штука. Никто не пострадал дома вообще? Слава богу, нет, не было никого. Ну очень страшно даже. Как вы думаете, когда пожар? И прямо вот из окон это все видишь. Очень страшно. Что сейчас людям делать, даже не знаю, столько сил вложено в строительство. Конечно, очень жалко. Но самое главное, люди живы. Кстати, мы сегодня запросили информацию в управление МЧС о разрушительных итогах вчерашней бури. Но там нам заявили, что никаких ЧП у них не зафиксировано вообще. Поэтому общих данных нет. Но мы можем сказать, что от наших зрителей мы получали сообщения и фотоматериалы о падении деревьев. В Кулебаках, Павлове, Горбатовке, Держинске и Володарском районе. Видимо, это и была траектория движения основной бури. Но, повторюсь, общих данных о разрушениях в Нижнегородской области в МЧС нет.